Добрый день зрители моего канала! Сегодня я вас познакомлю с одним из самых любимых моих рецептов салат с баклажанами, грибами, болгарским перцем и луком. Болгарский перец, если кто-то не любит, можно заменить на морковку. Нам будет нужно 1,5 килограмма баклажан. Они у меня уже помыты, порезаны, замочены в подсоленную воду хотя бы минут на 15. Сейчас я их отожму и мы их будем обжаривать. Грибы. Они у меня тоже уже приваренные. Сюда идут трубчатые грибы. У меня здесь маслята, белые грибы, маховички и польский боровичок. Нам надо будет тоже 1,5 килограмма уже отваренных грибов. Перца болгарского нужно всего полкило. Повторю еще раз, если кто-то не любит вкус перца, можно заменить на морковку. Только не надо ее тереть на терке, а порежьте ее просто либо кубиком, либо хружочками. Так будет красивее смотреться потом в салате. Нам нужно 4 зубчика чеснока, полкило не очень мелко порезанного репчатого лука, 100 грамм сахара, 75 миллилитров 9% уксуса и 1 хорошая полная столовая ложка соли. Соль должна быть не ядированная и лучше, если она будет крупная. Вот и все. И теперь нам нужно просто немножко потрудиться и вы получите зимой совершенно бесподобный на вкус салат из грибов с баклажанами. Вот я вымола из воды баклажаны, немножечко их обжала руками. Видите, как они у меня порезаны такими длинными долечками. Вырежьте как вам угодно, только не очень мелко. Кубик, долечки, вот, кружочки. И мы сейчас пойдем уже к плите и будем готовить. В большую кастрюлю, у меня это объем 7 литров, мы наливаем растительное масло, отправляем куладжио, баклажаны, перец, соль, сахар и ставим на сильный огонь. Вот так они будут нас кушиться 20 минут. Можете, не можете, а даже нужно постоянно помешать, переворачивать. Там на дне выделяется уже жидкость и они не будут у вас не пригорать, ничего. Они будут просто менять цвет и оседать. 20 минут будет вполне достаточно, чтобы была готова первая основа нашего салата. Это баклажаны с болгарским перцем. Одновременно у меня на другой сковородке, но тоже глубокой, налито подсолнечное масло и высыпан лук. На все вместе у нас уйдет где-то 250-300 грамм подсолнечного масла. Это немного для такого количества овощей. И у нас теперь остались только грибы отварные, не использованные. На весь этот процесс уйдет 20 минут где-то, 20-25. Первой подготовки. Маклажаны готовы, они уже мягкие. Видите, насколько они осели. И в этот момент, еще пока не совсем дотушил салут, я отправляю сюда грибы. Все хорошо перемешиваем. Добавляем в лавровый лист. Вот этого достаточно. Завели лук до прозрачности. Чуть-чуть появился цвет. И этого достаточно. Сильно пережаривать не нужно. Отправляем весь этот лук. Сюда же в баклажанчики. Все мы это перемешали. Видите, жидкости хватает. Он должен быть густым. Нам вода здесь не нужна. Вот этого всего хватит. Зато у вас будут прям чисто салатные овощи, не без лишней воды. Единственное, попробуйте на соль сахар. Чтобы нравилось вам по вкусу. Но я бы, допустим, пробовала уже после того, как добавим уксус. Пусть они немножко с уксусом прокипят. И тогда пробуйте. Потому что уксус тоже изменит вкус. Поэтому делайте все под себя. Я говорю о минимальном количестве соли и сахара. Так как вот я не очень люблю сильно соленое. Если вам хочется, чтобы это было посолонее, добавляйте. Ничего страшного. Это уксуса больше добавлять не нужно. Вот 75 грамм на такое количество салата это просто идеальный вариант. Даже если кто-то вообще не любит уксусе, можно положить даже 50. И тоже будет хорошо. Но вот по вкусу мне вот здесь нужно 75 грамм. Так, ну пока все мне нравится. Ставим на средний огонь. На моей плите это будет семерочка. Она у меня на 18 делений. Даже чуть меньше среднего. И накрываю крышкой. Накрыли крышкой. Он у нас под крышкой кипит. И так мы его будем томить еще 25 минут. Буквально за 12 минут до окончания варки. Можно даже и за 15, и за 10. Но чеснок должен быть проварен не меньше 10 минут. Я беру вот большой пресс и отправляю чеснок к овощам. Ну и наконец последний этап. Мы добавляем последний наш компонент. За 3 минуты до окончания варки. Это уксус. Можно уже крышку не накрывать. Пусть дотушивается так. Вот закончилось наше время. Я беру стерильную баночку. Почему я говорю пока не надо их закрывать? Во-первых, они еще немножечко осядут. Вот. И во-вторых, мы будем их стерилизовать. Вот тут, где осели баночки, я буквально вот по немножечку доложу. И вот сейчас я накрою их крышечками. У меня стерилизованные крышки. Я вот так их по одной рукой доставать, отряхивать от воды и накрывать. Не закручиваем, только накрываем. Вот я поставила все наши баночки, 8 штук. Включаем плиту на полную мощность. Воду наливайте горячую, потому что у вас банки огненные. И нальете холодную воду, они могут вас просто лопнуть. Доводим до кипения. И с момента закипания мы будем стерилизовать 40 минут. Для чего так долго? У нас протушенная икра, у нас баночки все, но температура у них сейчас разная. И для того, чтобы равномерно прогрелось все внутри, все стало единой температурой, банки, крышки, икра, нам понадобится не меньше получаса. Перестраховываемся. И стерилизуем 40 минут. Все-таки это грибы. И надо, чтобы оно все тщательно простерилизовалось. Вот у меня закипает уже вода. Я сейчас убавлю огонь. И на самом медленном, но чтобы все-таки водичка кипела и была ниже 80 градусов, если термометр, можете померить. Вот, мы стерилизуем 40 минут. Через 40 минут мы с вами встретимся. Я покажу, как я закатываю. И дальше. Прошло 40 минут. Я достала со стерилизатора все баночки. И теперь мне осталось их только закатать, перевернуть и укутать. Баночки очень горячие, поэтому очень осторожно закатали, перевернули. Сейчас я их накрою стареньким полотенцем и укутаю махровой простынью. Она у меня сложена в четверо. И вот я вот так вот И так оставлю на сутки. Через сутки мы их отнесем в подвал. Вот такие баклажанчики у нас получились. Вот так вот.